Приятные новости для тех, кто собирается в августе на черноморские курорты. В Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края ожидаются условия, близкие к обычным. То есть дневная температура будет в пределах 25-30 градусов тепла, а временами поднимется и до 32. В Краснодарском крае, в Анапе, по путевкам мать и дитя отдыхают жители Ненецкого округа. Представитель уполномоченного встретился с руководством учреждения, медицинским персоналом, поварами, персоналом третьего корпуса, осмотрел номера. Отмечается, что в целом отдыхающие довольны условиями санатория. Здесь организовано полноценное питание по системе шведского стола. Больных с сахарным диабетом кормят 8 раз в день. В номерах имеется всё необходимое для комфортного отдыха, а лечение назначается квалифицированными врачами в полном объёме. В этом убедилась и семья Терлецких. Процедуры сами по себе очень разнообразные. По времени достаточно, они такие продолжительные. Мне рассказали, что достаточно серьёзные процедуры – это и массажи, это и прогревание, это и фито, возможно, всякие процедуры, грязи, грязевое лечение. То есть всё вполне то, что врач назначил, то и, собственно, они проходили. Лечение проходили жена и дочь по путёвке мать и дитя. В этом году за счёт окружного бюджета приобретено 494 путёвки мать и дитя на общую сумму около 29 миллионов рублей. В санаторно-курортные учреждения могут отправиться дети в возрасте от 4 до 12 лет, имеющие третью группу здоровья, и дети от 4 до 15 лет с 6 и 5 группами здоровья в сопровождении одного взрослого. Это может быть один из родителей, опекун или близкий родственник, бабушка или дедушка. Продолжительность пребывания в санатории одного ребёнка с родителем составляет 21 день. При этом в стоимость одной путёвки входит лечение по основному заболеванию, а это не менее 8 видов медицинских процедур. Врач санатория разрабатывает для каждого пациента из Ненецкого округа отдельную программу обследования, комплекс лечебно-оздоровительных процедур и диету.